всем привет ребята с вами андрей канал про сауна и так закончил я очередной объект на заднем фоне вы наверное поняли что здесь запечь установлена да и сейчас я это все покажу покажу подключение как ее подключать ну и покажу обзор вот этой парной которая получилась но в свою очередь хочу еще сказать что у меня есть телеграм по канал где это все строила сделалось так что вы можете зайти подписаться на телеграм-канал ссылочки все в описании будут и так начну начну вот с этой зоны потом зайдем в парную и я все покажу поехали ребят начну с блока питания блок питания а у нее вот такой то есть вот эти провода идут уже к самой печи вот это провода питающие то есть кабель мы пока вывели вот так потому что здесь еще нету света вот видите даже лампа у меня здесь горит света нету так что заранее извиняюсь за такой темный вид сделал то есть что предстояло было сделать когда я сюда приехал фотки может быть вставлю то есть вот этой перегородки не было баня из кирпича как вы видите пришлось мне вот эту перегородку из ну из бруса делать да здесь будет обливочные так что сделал сюда закладное человек потом сюда повесит обливочные да кстати ему огромное спасибо за помощь заказчику и за помощь и за гостеприимство такое короткое отступление итак смотрите печь как вы догадались футурус от компании ишком центр ввд много режимное видите режим русская баня русские баня пар сауна сауна эко наверное что-то хамам и футурус когда на все режимы на просто короче включаются вот допустим если мы включим rb слыхали слыхали говорю свою слышали щелчок и загорел 70 но тут можно сделать на пульте меньшись там 60 кто не сталевар до 50 влажность видите также можно включить пар отдельно свет вентилятор но вентилятор включается на режиме сауны вот он автоматически включается и сейчас покажу что там но пока выключу потому что там будет жарко и давайте сразу же зайдем в парную и я покажу кстати многие спрашивают что это за дверь с длинной ручкой это ребят дорвут обычная дверь матовая бронза с тремя петлями толщина стекла 8 миллиметров длинная ручка так что обычные дорвут никаких там других производителей я особо то не ставлю подключил пока вот здесь подсветку так вот этими блоками пришлось только так потому что я еще раз повторяю что света здесь нету так что через удлинитель я пока подключил чтобы и снять ролик ну и проверить как там все что горит и так меньше болтовни погнали значит здесь маленько не доделано потому что пола здесь нету плитку сделали только в этой зоне поэтому здесь пока вот так ну как заходим сразу видим термодревесину термовагонка ширина у нее 120 стс профиль от компании бипи вот так что кому надо пожалуйста обращайтесь ко мне я вам все закажу сделаю скидку и все в этом духе здесь человек захотел прям везде термодревесину это очень хорошее в принципе решение дерево как говорится мертвое и поэтому влаги особо уже не боится вот но кому-то такие варианты темной парной не нравится до делают светлую но здесь вот так вот то есть видим сделал кран рано опять же спасибо заказчику он мне помогал паял там все прям такие инструменты притащил все там спаяли мы с ним вот кран фирмы не буду говорить какой если хотите спрашивайте в личке либо в комментариях опять же в телеграме вот такой вот ковшичек здесь до от компании вудсон с дубовой ручкой очень удобно налил из крана здесь да у кого есть возможность завести воду в баню всегда делайте потому что это очень удобно налил кушачок и сразу же в печь раз не надо не туда бегать никуда вот ну либо надо законтрастить себя человека которого паришь либо же промыть все обмыть потому что здесь есть рапик вот здесь вот я его заложила чтобы он тут не глаза не мозолил и все облило это очень удобно когда есть заведена вода в баню так что делайте вот ну так же тазик тоже от компании вудсон полки давайте про полки расскажу то есть полок вот этот шириной 84 получился почему такой размер потому что кратность 12 доска вот это тоже термо ольха везде тут термо ольха и она кратно 12 получается вот такой вот размер 84 это для парения он широкий для парения чтобы вот здесь вот лежать ну человек купит еще матрас чтобы было удобно лежать и высота у него 85 от пола будет 80 когда постель трапики я просто показать что здесь будут вот такие вот трапики тоже из термодревесины и они защелкаются так квадратиками кубиками 30 на 30 вот а этот полок уже получается 70 здесь посидеть удобно потому что особо у крана здесь не сядешь ну человек 12 здесь сядет да а вот здесь вот уже полок для парения печь включил уже жаришь здесь становится спинка видите она потерялась но спинка она есть но она видите потерялась и глаза не мозолит особо как будто ее и нету принципе очень хорошее такое решение да ну кто хочет законтрастить может белый сделать можжевелое панно с таких вот спилов 3d она называется из таких вот спилов можжевельника ширина и длина него 250 на 70 на 70 на 70 у него сделано сделана подсветка как всегда орлайт овская везде под полком панно и печная зона вот такое панно у нас получилось соответственно висит датчик влажности и температуры от печи и есть очень очень хорошо человек сделал два окна параллельно друг другу это называется залповое проветривание открыл и хорошо хотя у нас есть кубаста здесь вот есть тоже залповое проветривание и вот здесь вот клапан по стоянке сейчас покажу кстати каркас как там что сделано потому что очень многие спрашивают как каркас сделать ну а окна вы сами видите от компании вудсом очень хорошие окна так что берите ребят дверь с этой стороны выглядит вот так но она конечно не вписалась у нас в дизайн потому что все везде из термо древесины но вот коробки они почему-то дорвут из термо древесины не делают поэтому вот такая вот ольховая коробка с той стороны алюминиевая ручка с этой стороны соответственно деревянные чтобы не обжечься и давайте я покажу каркас потому что многие просят как ты сделал каркас парящего вот этого вот полка здесь лавочка есть но вы видели она там на ней лежит этот блок питания от печи лавочку я сюда тоже сделал метровую чтобы выдвигалась вот но вдруг там ребятишки детишки чтобы залезть взрослый сюда залезет ребенок уже нужно лавочка будет лавочка будет стоять где-нибудь вон там и будет выдвигаться и так каркас ребята смотрите каркас у меня везде по всему периметру закладная за стеной то есть я делаю закладную за стеной уже знаю высоту свою и за стеной я ее делаю потом уже к вагонке приворачивается в эти в эту закладную приворачивается на вот такие вот нержавеющие саморезы уже к самому каркасу вот это вот каркасная доска до делается такой вот каркас вот связывается вот здесь и потом стелется доска ничего тут сверхъестественного нету кстати вот этот каркас 50 на 100 и этого достаточно потому что у вас еще ложится вот эта доска связывается это связывается и здесь спокойно можно сидеть там я не знаю килограмм 400 без проблем кстати длина 320 на 2 такая она продолговатое получилось но со всеми ужиманиями она получилась наверное 310 на ну все равно на 2 потому что было побольше двушки здесь ну и конечно же давайте поговорим о сердце парной о печи печь футурус от компании шком центр ввд печь десяти киловаттная то есть много режимная режим русская баня вот здесь камни заложены сюда под поддавать воды это сухо воздушку финка да там вентилятор стоит и чистый воздух с улицы через сухо воздушку проходит но вот это вот вы видите это режим хамам сюда там бачок стоит туда подводится вода заливается вода автоматически и режим хамам наполняет вам вашу парную паром так сказать вот это все как сейчас сделаю вот так вот потроха получается вот подвод воды прям к печи идет вот эту трубу вы с улицы видите она дается в комплекте с шибером потому что в ней от нее видите провода отходит и там стоит вентилятор вентилятор как раз включается и отсюда идет свежий воздух в парную конечно же провода пока здесь вот так потому что человек будет еще отодвигать тут какие-то виды работ производить и видите тропик для чего тропик вот короткий шланг этот слив потому что после каждого парения когда выключаешь печь вот этот вот бачок опустошается чтобы не скапливалась там всякая ну как бы известь известь и она автоматически сливается так что учтите это и делайте чем ближе тропик тем лучше тут два тропика то есть вот здесь если здесь вода где-то будет находиться сюда будет сливаться здесь соответственно с печи будет сливаться и вот в этот вот тропик вода будет уходить печь очень отличная очень хорошая печь много режимная очень много пара дает то есть сколько вы хотите сюда закидать пара твои воды столько вы и закинете и не вы ее даже не остудите не охладите то есть очень хорошая печь тены мощные толстые наверно с палец кстати камень заложен нефрит очень хороший но он горячий наверно не буду брать потому что мы и включали ну а сверху это как бы антураж такой засыпается просто камень сверху ну чтобы не было вот этого железного листа видать такой камушек засыпается вот это как бы для красоты уже печь в ламелях из-за талькохворита ламели и то есть обжечься об нее нереально поэтому минимальные зазоры до деревяшки можно делать вообще спокойно чтобы вот этот камень нагреть это я не знаю греется только вот сама вот это вот кассета железная здесь здесь они нас вот раньше электрические печи делали и все такое это совсем другой уровень совсем совсем другие технологии так сказать поэтому печь очень популярна и очень конечно зашла очень многим но и также в том числе и мне потому что действительно функционал у нее огромный хочешь так хочешь так хочешь так что хочешь ты себе в парной и устроишь имеется ввиду по режиму парения к печи можно купить еще вот такой вот запарничек ведь он с резьбой я вот здесь заложил правда уже но мы здесь вот увидим видите крышечка здесь и вот здесь крышка то есть вот сюда вот прикручивается этот фито запарник сюда накладываются травы и все такое закрывается крышкой и когда идет пар через эти травы проходит и насыщает вашу парную очень свежим вкусным ароматом тех трав которые вы заложили хотя и вот это вот панно неплохо здесь из можжевельника пахнет ну а так вот оценивайте получилось вот такая вот парная то есть я вообще результатом доволен на стенка как всегда из саталькохлорита да вы видите камень я вожу не горизонтально вертикально мне так больше нравится вот такая вот стеночка тоже под цвет камень из талькохлорита ну вот так вот ребят покажу вам в круговую оценивайте ну вот и все ребята вот такой вот получился обзор парной кому понравился палец вверх не забывайте подписываться на мой телеграм-канал потому что там практически в реальном времени это все я выкладываю а с вами был андрей канал про сауна всем мира добра спокойствия ребят до новых встреч